Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня продолжаю свой обзор из манго. Во вчерашнем видео я вам показывала больше вещей с распродажи, хотя была и новая коллекция. Ссылку я на это видео оставлю внизу в описании под этим. Сегодня будет примерка из новой коллекции, обзор новой коллекции, и верхняя одежда, и обуви, вплоть до бижутерии. Также будет кое-что из распродажи. Я вам покажу, что я занесла в свой виш-лист, что мне понравилось. В общем, давайте посмотрим. Для начала покажу вам коротенький такой обзор по манекенам. Вот мы видим расклешенные джинсы. Сейчас, мне кажется, это будет основная модель после слоучей. Тельняшка с плечами. Плечи никуда от нас не уходят. Все, что покупали с подплечниками в прошлом году, мы носим. Вот входная группа. И понятно, почему мне нравится магазин Манго, потому что здесь мои любимые черно-бежевые белые цвета, в минималистичном все стиле. Эка кожа, очень приятная, такая мягкая, в кремовом оттенке. Это тоже из новой коллекции. Ну и последний образ, это, конечно, мой любимчик. Бежевая пальто-халат, колорбулочные белые с бежевым джемпер и черные джинсы. Все, как я люблю. Поэтому мне и понравился магазин Манго. Мы сразу перейдем в примерочную. Брюки это эти мои. Померила я вот пиджак. Получился такой монохромный образ. В целом неплохо, но немножко мне это поднадоело. На самом деле, этот пиджак я взяла для другого образа. А именно вот для этого. И это более такое современное прочтение. Сейчас это на самом пике будет. Пиджак со спортивными или трикотажными брюками. Здесь могла быть худи. Я взяла футболку черную. И это получилось так поярче, поконтрастнее. И посовременнее, и поактуальнее, я бы сказала. И вот я вам показываю сейчас на фотографиях, как это уже люди носят вживую. Лучше было бы, даже если бы это были туфли на каблуках. Это было бы еще более современное. А вот эта фотография, я стесняюсь сказать, с 2016 года. Но актуальна сейчас, как никогда. Спортивные брюки с лампасами и босоножками и пиджаком. Это просто последний писк. Пиджак стоит 9 тысяч. Я мерила в размере М. Брюки эти стоят 5 тысяч. И я бы их не советовала, потому что очень хлипкий состав. Они быстро растянутся. Это вискоза с полиэстером. Я бы советовала вам покупать хлопок с синтетикой. Ну или как минимум смотреть их на распродажах. Ссылки на подобные брюки я вам давала в предыдущем видео. Кто еще не смотрел, посмотрите. Еще я померила этот пиджак с черными кожаными брюками. Ну, как-то пиджак длинноват, мешковат. Уже все это смотрится на сегодняшний день. В общем, не очень мне это понравилось. Поэтому я прощаюсь с футболкой в размере L. Я ее мерила, 749 рублей она стоит. А я перехожу к следующему образу. И эти брюки я брала вот для этого джемпера, для этого образа. Как вы знаете, тема женственности сейчас все больше звучит в современных коллекциях. Так вот, это очень удачное сочетание брутальности и женственности. За женственность отвечает круглый рукав и воротник такой, а-ля кружева. А черно-белый принт придает такой нужной мне жесткости и брутальности. Допустим, если бы это был просто кружевной джемпер белый, то это было бы совсем не в моем стиле. А вот такую толику женственности я прекрасно могла бы вынести. Брюки из ококожи, комфортные, на резиночке, ничего нигде не давит. Прямые, стоят они 3600. Но, как я уже говорила, опять же, в предыдущем видео, брюки сейчас можно покупать на распродаже гораздо дешевле. Вот вам воротничок с пуговичками жемчужными. Опять же, такой вырез капля придает женственности больше. Этому джемперу стоит он 3600. Здесь 50% вискозы в составе. Есть на распродаже с такими встроенными воротничками. Кстати, обратите внимание, этот беш-холодный с оранжевыми брюками. Неплохо, кстати, смотрится. Никогда бы я до такого не додумалась. Ну или вот в сером цвете. Очень хорошо с черными брюками смотрится это. Я же советую купить вам, опять же, на распродаже за 2000 вот такую блузку. Это стопроцентный хлопок. Опять же, вот этот воротничок стойка. Но чем она хороша, что ее можно надевать под любой джемпер, под свитшот. И вы будете иметь нужный вам эффект. Раз уж я заговорила за блузки, показываю вам в большом размере. Я нашла вот такие вискозные рубашки на распродаже за 1500. И они есть в красную полоску, есть в черную полоску. В таком же составе вы можете купить уже в новой коллекции за 5000. Разница, мне кажется, существенна. Еще один черно-белый образ. Черно-белая полоска, это сейчас мое любимое. И с этим образом у меня вообще не возникло никаких вопросов. Он прям мое-мое. Вот такие олимпийки сейчас будут очень в моде. И я прям хочу себе такое в свой гардероб. Возможно, даже именно этот джемпер туда и отправится. Здесь я тоже вижу сочетание женственности и брутальности. За женственность отвечает открытая шея и ключицы. Но за брутальность вы уже поняли, что отвечает. Джемпер достаточно оверсайзный. Я даже подумала, что я взяла в размере L, как я обычно делаю в последнее время. Но нет, оказалось это в размере M. И вот я еще померила с таким пальто. Пальто-пиджак, я бы даже это сказала. Ну, скорее, конечно, пальто черного цвета. Прекрасный, понятный мне образ. Единственное, что мне здесь не нравится, это пуговицы. Я бы, наверное, их перешила. Не люблю блестящие пуговицы. Они как-то удешевляют, мне кажется, особенно в таком исполнении. Особенно мне здесь нравится цена этого пальто. Оно сейчас на распродаже. Ну, а в остальном ничего мне здесь покритиковать. Жду ваших комментариев. Какой из этих образов понравился вам больше. Вообще, ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. Пальто стоит сейчас 7000. Там есть в составе какой-то небольшой процент шерсти. И, как я уже сказала, я мерила этот джемпер в размере M. Здесь тоже вискоза. С такими же воротниками можно купить сейчас джемпера на распродаже. Вот этот тоже неплохой. Тоже в полоску. Здесь нет змейки. Но само по себе решение мне нравится. Ну и всякие другие. Ссылочки вы найдете внизу в описании под этим видео. Вот здесь. Этот тоже хороший, мне понравился. Ну, или простые такие олимпички уже в новой коллекции. Пожалуйста, вам с пиджаком. Ну, и раз уж мне понравился тут черный пальто-пиджак, который я вам показывала в примерочной, я решила еще посмотреть, что есть. И вот такое тоже пальто или даже кет. Ну, такой теплый в черно-белую клетку. Мне понравился вот еще такое пальто, тоже легкое. Посмотрите, как они хорошо его стилизовали с этой юбкой. Серое. Похожее на то, которое черное я мерила. Или вот это тоже, оно называется пальто, но очень похоже на пиджак. Но тоже теплый. Вот это черное с круглым воротником. Тоже мне понравилось. 4 тысячи оно стоит. Не знаю, останется ли еще. Пока я вам буду давать ссылки. Вот это тоже неплохое пальто на весну. Хорошо будет смотреться и с черными брюками, и с синими джинсами. С серыми. Вот они здесь показали. 4 тысячи оно стоит. Или вот это вообще без воротника. Такое твидовое. Тоже что-то между жакетом и пальто. Тоже мне очень понравилось. Вот это пальто мне показалось недооцененным. Оно сейчас висит на распродаже. И оно есть в черном и в бежевом цвете. Я показывала это пальто на себе в видео, где я делаю обзор осенний из магазина Манго. Мне понравился, мне нравится здесь такой глухой воротник. Вот стоит он 6 тысяч. Не знаю, почему до сих пор, почему его до сих пор не раскупили. Он такой жесткий. Здесь шерсти приличное количество в составе. Рекомендую. Вот это пальто из новой коллекции. Хотя оно и в старой коллекции, мне кажется, было. Я примерила его на себе. Хорошее пальто, правда, без подкладки. Если бы оно было на подкладке, цены бы ему вообще не было. Мне здесь нравится и покрой, и цвет. Но, как я уже сказала, верхнюю одежду без подкладки я стараюсь не покупать. Не хочу убить об них свой кашемир. Я показываю вам в застегнутом виде. И оно есть в двух расцветках. Такое бежевое и кофейное. Еще один пиджак за 6,5 тысяч. Один я примеряла. Он был потеплее. Там было больше шерсти в составе. Этот полегче. В мелкую клетку. Очень базовый. И показывает нам, как его стилизовать. Со спортивными трикотажными брюками. Есть он еще в такой расцветке. Сложный такой серый цвет. Хотела вам сказать, не покупайте вот такие пиджаки, потому что они очень легкие. С другой стороны, подумала, а в чем ходить летом в офис? Ну, не в шерстяных же. Понравились мне вот эти колорболочные джемпера. Сейчас вот видите, такие рукава в моде широкие, длинные, закрывающие запястья. И здесь вам все мои любимые цвета. Серый, бежевый и молочный. Вообще много черно-белого цвета. В магазинах сейчас они только в манго. Вот это я вам показывала в предыдущем видео. Мне понравился за 2500 джемпер на распродажу. Вот они его хорошо так показали, как можно носить. Вообще мне нравится у манго их развеска. Так все хорошо они показывают. Тельняшки. Я сейчас в поиске тельняшки для своего гардероба. Вот этот стоит 3300. Буду на нее думать. Много сейчас, конечно, платьев летних. Хотя они все такие, точно такие же висят на распродаже. Вот еще одни пальто. Есть такой серый, каменный, наверное, цвет это называется. И бежевая. Тоже весьма себе базовая. Обувь. Мне нравится сейчас обувь в манго. Она очень аккуратно сделана. Смотрится достаточно качественной. Если вы отчаянная модница, бегите, покупайте в манго. Сейчас вот такие тапочки. Все инстаграмные модницы сейчас щеголяют в таких. Ну или вот беркинштоки на меху. Тоже сейчас будет очень актуально. Сейчас есть на распродаже. Также на распродаже есть босонушки, пожалуйста, на лето. Очень такие мягкие. С хорошим каблучком. Можно купить балетки. Многие их хвалят. Они очень удобные. Я бы себе, конечно, купила. Но мои косточки повылазят. А это уже новая коллекция. Очень хороший такой коричневый цвет. Каблук достаточно устойчивый, утилитарный. Сумки. Последние тренды. Различные вариации багетов. А также круассанов. Какая-то хлебобулочная промышленность проплатила. Помимо черно-белого в манго есть такой красивый уголок бордовый. Здесь и распродажные вещи, и новая коллекция. Вот они хорошо и просочетались с серым. С белым и с черным. Просто показываю вам, как красиво все это смотрится. А вот такие хорошие базовые сапоги на устойчивом каблуке. Прекрасные. Много к чему подойдут. Но и стоят они 15 тысяч. Или вот такие ботильоны. Тоже мне понравились. Это черные балетки с квадратным носом. Которые вы видели на мне в примерочной. Очень-очень мягкие. Но, как я уже сказала, моя косточка, конечно, вылезет сразу. А вот задник, кстати, жесткий. Что хорошо. Не так быстро растопчется. И стоят они 3 600. Как я уже сказала, нравится мне обувь Манго. Вот, например, такие серые кроссовки. Очень базовые. 6,5 тысяч. Блин, как же выросли цены в масс-маркете. Но посмотрите, как они аккуратно сделаны. Я бы от таких точно не отказалась. Вот такие ботинки Челси. Аля Ботега. Были такие в Заре. Есть они такие в Манго. Тоже мне нравится, как они исполнены. Ничего не торчит. Клей не вылазит. И стоят они 6 500. Вот такие кеды за 3 600. Тоже очень модные. Очень стильные. Много к чему подойдут. Тоже бы я от таких не отказалась. Вот эти ботильоны. Базовые цвета икрю. На невысоком каблуке. За 6,5 тысяч. Подойдут прекрасно. Вот ко всякому такому монохрому. Икрюшному. Здесь вот все у нас представлено. То, к чему они могут подойти. И к бежевому. Ну, вообще такой цвет, он, конечно, ко всему подходит. Вот они же базовые. Сумочка тоже цвета икрю. И вот эти кроссовки мне понравились. Можно купить белые. Более традиционные. За 5 тысяч. Уже нет у меня к нему никаких претензий. Прекрасные классические лодочки. Цвета тауб за 5 тысяч. Ну, какие к ним могут быть вопросы? Да, никаких. Смешная классика. Бежевые. Даже, я бы сказала, коричневые. Челси. Они же казаки. Это вообще уголок такой замшевой обуви. Вот прекрасные тоже бежевые. Ну, понятно, что и к бежевому не подойдут. Мне больше нравится сочетание даже с черными. С черными брюками или с черными джинсами. Очень много сейчас базовых сапог еще на распродаже. Я вам показываю. Это все распродажная коллекция. А вот такие сапоги в Заре. Уже, мне кажется, давно sold out. В Манго вы можете их еще купить. Бижутерия. Стразы. Недешевая бижутерия в Манго. 2 тысячи. Я не знаю, в Лайме или в Мохито. Можно купить подешевле. Вот такие кольца. Раньше у нас их не было. Только в Европе можно было приобрести. Сейчас они есть у нас. В общем, я заканчиваю это видео. И так я уже два дня вам рассказываю про Манго. Если оно вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши комментарии. Надеюсь, новая коллекция вам понравилась больше, чем прошлогодняя.